Продолжение следует... И сегодня давайте поговорим, наверное, начнем нашу беседу с контрафактом. Много ли его на отечественном рынке и в основном что подделывают? Ну, в основном подделывают алкоголь. И здесь контрафакт оценивается вот в разных источниках по-разному. То есть близких к власти это порядка 30%, а в независимых до 60% оценивается рынок контрафактного алкоголя. Ну и понятно, что здесь и высокая маржинальность этого товара, да, она предполагает вот этот соблазн все-таки подделки этих напитков. Совет Федерации вот уже на протяжении нескольких лет следит за этой темой, в частности контроля на этом рынке. И те смертельные случаи, которые произошли, уже 6 регионов отметились на этой карте смерти от суррогатного алкоголя. И это вот вызвало обеспокоенность уже и на уровне общественности и сообщества, да, и на уровне Совета Федерации, где последний парламентский час был как раз посвящен регулированию рынка алкогольных напитков. И все-таки наведение там порядка и контроля, которые бы привели к легализации и к все-таки легальной продаже тех напитков, которые производятся в стране. Здесь вопрос вызвал жесткую дискуссию на самом деле, и закончился он решениями, касающиеся ужесточения контроля с одной стороны, и даже парламентским запросом в антикоррупционный комитет в отношении аффилированности господина Чуяна, это руководителя Росалкогольрегулирования, да, на предмет его аффилированности с структурами, занимающихся торговлей спиртом. Поэтому это уже говорит о том, что на самом деле вопрос стоит очень жестко. И буквально там недели позже Следственный комитет высказался за ужесточение наказания, за отравление в результате потребления суррогатного алкоголя, приравняв это к убийству. То есть если раньше это квалифицировалось как смерть по неосторожности, то сегодня предлагается Следственным комитетом за это вот статья убийства, и это, наверное, правильно. Кстати, вот на эту тему совсем недавно прозвучало предложение ввести госмонополию на производство алкоголя. Это тоже прозвучало в стенах Совета Федерации. Да, да. Вот какой относитесь к этой инициативе? И считаете, это вообще реально сделать? Национализировать часть каких-то заводов для того, чтобы сохранить или вернуть, так скажем, монополию на алкоголь? Вы знаете, ведь, по сути дела, монополия у государства в виде акцизов, да, то есть здесь, если будет налажен тот контроль, который все-таки должен быть, то, наверное, ситуация может быть по-другому, ведь неспроста Валентина Ивановна задавала Чуяну вопрос о том, почему вот там Карачаево-Черкесии вы там отдали такое количество марок, не получив за это денег, отдаете им в два раза больше, да. То есть это же тоже государственная монополия, по сути дела, да, выдача акцизных марок. Но если вы, так сказать, не контролируете, да, их выдачу, и тот же сенатор говорит, сколько нам это денег даст, так мы их даже недополучаем сейчас на тех акцизах, которые, на тех акцизных марках, которые отдаем предприятиям. Поэтому здесь, наверное, надо принципиально менять вот государственную политику в отношении этого, может быть, там, менять полномочия этой структуры, да, потому что в регионах, допустим, сегодня и нет инструментов борьбы с контрафактным алкоголем, да, то есть если даже партия его изымается, то у нас нет соответствующих лабораторий, да, то есть у МВД этих лабораторий нет, у Роспотребнадзора они есть, но они не наделены соответствующими полномочиями, не обладают соответствующими лицензиями, и дальше вопрос подвисает в воздухе. То есть сегодня там необходимо тогда вот оборудование этих лабораторий, чтобы это, так сказать, моментально можно было сделать, да, и принять меры реагирования. Сегодня ведь еще почему такой разгул контрафакта, потому что все понимают, что нет ни механизмов контроля, ни инструментов отслеживания этой ситуации. Поэтому если мы все-таки создадим нормальную систему контроля всего этого, то я думаю, что не возникнет проблем, да, и с монополизацией этого рынка. И сегодня вот эта единая система, да, игры из, так называемая, которая вводится с 1 января, кто-то говорит, что это вот опять ударит по рознице, так сказать, вот приведется к продаже там алкоголя в подворотнях, да, кто-то говорит о том, что на самом деле я тоже считаю, что если это акцизная марка, она должна проходить, да, через систему, и человек должен понимать, что он покупает там легальную бутылку. Понятно, это может отразиться на цене. Вот чем нас и пугают, да, там, допустим, недавно прозвучало там от представителей ассоциации розничной торговли, что мы и так закрыли там 14 тысяч мелких магазинов. Но я считаю, что если в Европе там один магазин по продаже спиртных напитков на 200 тысяч населения, у нас на 10, а то и меньше. У нас в каждом доме, да, по сути дела, есть магазин, где продают алкоголь. И если уж говорить о том, что вот там есть у нас концепция, да, там борьбы, а там за здоровый образ жизни, да, там за здоровье, то это должно быть приоритетом. Но надо закрывать эти магазины на самом деле, либо запрещать им торговать спиртным. Не приведет это к тому, что там все уйдет в подворотню. Это сейчас приводит к тому, что алкоголизация населения, по сути дела, продолжается. И в ночное время, это как раз время торговли контрафактом, по большей части, потому что, по сути, нет проверяющих структур. Поэтому вот алкоголь, это, конечно, на первом месте. Это та тема, которая сегодня активно обсуждается. И я думаю, что к следующему году уже появится план мероприятия, во всяком случае, Хлопунин нам это пообещал, да, на Совете Федерации. Ну, уже какие-то меры предлагаются. Вот, насколько я знаю, сегодня уже установили мерку по стоимости алкоголя. То есть, если раньше она была 185 рублей за пол-литра, то сейчас ее уже поднимают до 240. Хотя вот последнее понижение с 220 до 185, оно было буквально год назад. То есть, это вот как бы посмотрели, что эта мера, она не является действенной, что реально это не могут себе позволить ни они заводы продавать по 185 рублей. Да, в том-то и дело, все производители говорят, что невозможно произвести водку дешевле 200 рублей за пол-литра. Это с учетом того, что 100 рублей в этой стоимости, это стоит цена акцизной марки. И поэтому, представляете, сколько денег уходит, не оплачивая эти акцизы. И понятно, что если алкоголь продается дешевле, то это уже повод задумываться над тем, что это не совсем тот алкоголь, который стоит покупать. То есть, иногда там экономят 20-30 рублей, мы рискуем здоровьем. И на самом деле, вот те случаи, которые есть, они об этом свидетельствуют. Поэтому я думаю, что вот следующий год, во всяком случае, такая активная информационная кампания, поднятая вокруг этой темы, она приведет к тому, что со следующего года, я думаю, что вот эта дорожная карта реорганизации вот этой системы, она появится, и мы, во всяком случае, увидим, так сказать, тут те мероприятия, которые правительство планирует по борьбе с контрафактом. Ну и я думаю, что те поправки, во всяком случае, которые Следственный комитет предлагает, надо поддерживать, потому что безнаказанность, она порождает безответственность, которая в итоге, ценой которой становятся человеческие жизни. И вот вы недавно, наверное, слышали и Вероника Игоревна, да, то есть они задались вопросом тоже ограничения тех настоек, которые продаются через аптечную сеть. Они тоже думают над механизмом, как ограничить приобретение, либо это будут тоже рецепты, либо это ограниченное количество в одни руки. Но во всяком случае, вот по всем направлениям пошло движение для того, чтобы эту ситуацию как-то отрегулировать. А вторым, наверное, по увеличению фальсификатов, это все-таки молочная продукция. Это, опять же, вызвано тем, что у нас не хватает молока, то есть мы все-таки не обеспечиваем свой уровень продовольственной безопасности молоком. И поэтому это приводит к тому, что под наименованием сыров молока зачастую выдаются фальсификаты и сырные продукты, да, и порошковое молоко. Да, понятно, что оно и в другом ценовом сегменте, но тем не менее потребитель не имеет возможности понять, да, каков его состав. И здесь до 50% оценивается вот рынок фальсификации. То есть каждый второй кусочек сыра, он потенциально контрафактный? Да, сырный продукт, да. Вот, и здесь тоже понятно, что пока мы не насытим рынок молоком, да, но и здесь тоже надо понимать, что даже проигрывая в цене, отечественные производители сегодня говорят о том, что надо тоже какие-то меры предпринимать, потому что в итоге это же скоропортящиеся продукты, да, если он не находит спроса по более дорогой цене, как натуральный, то, естественно, это идет в убыток производителю. И сегодня предлагается маркировать продукцию. Это вот та инициатива, с которой вышел Минсельхоз, мы ее поддержали, да, о том, что этот продукт содержит там такие-то добавки, в том числе ГМО или пальмовое масло, да, для того, чтобы потребитель уже сам определял, что он покупает, да, но тем не менее, чтобы вот эта информация, она была представлена на упаковке. Мы в нулевом чтении на последнем комитете рассмотрели два законопроекта о запрете ГМО и о запрете пальмового масла. Вот в нулевом чтении они поддержаны, и мы понимаем, что это, конечно, законы, которые должны быть, но в какой-то отсроченной перспективе, потому что там пальмовое масло – это так называемые спецжиры, которые входят в состав и кондитерской продукции. Вы помните, там всю жизнь мы пекли в домашних условиях с маргарином, да, и никто от этого не умирал, поэтому пальмовое масло – это не есть там вселенское зло, да, то есть надо понимать там его тоже качество и соотношение, и поэтому здесь, если наступит там запрет, то есть производителям тех же кондитерских изделий надо понимать, да, тот срок замены этого ингредиента, который там надо им дать всё равно на вот эти процессы. Тут проблема, наверное, ещё в качестве самого пальмового масла, ведь мы знаем, оно бывает разным, да, и техническим в том числе, и, наверное, какие-то недобросовестные производители, может быть, злоупотребляют более дешёвыми пальмовыми маслами, и это выражается в малосъедобных сырных продуктах. Да, тем более объёмы ВОЗа значительно возросли, да, то есть это в разы за последние годы, поэтому надо понимать, что и объёмы продукции, которые изготовлены из него, оно тоже возрастает. Плюс надо понимать, что вот по последним данным, там, ну не совсем, там, открытым, да, и Украина начала нам поставки тоже так называемых сыров, да, через Белоруссию, вот, и порядка четырёх тонн там ежедневно заезжает в страну, да, и поэтому здесь вот как раз мы совместно с правительством заинтересованы в том, чтобы вступил в силу с января 2016 года новый закон о ветеринарии, да, который предполагает, как во всём мире, да, прозрачность прохождения товара, его сертификацию и персональную ответственность тех лиц, которые дают эти сертификаты, да, в отношении качества той или иной продукции. То есть в компьютере будет видна эта партия, зовут производитель, да, и как она проходит. То есть уже невозможно будет ввести, да, там, через границу, там, переупакованные продукты, да, потому что это всё будет прослеживаться в компьютере. Ну и, соответственно, доступ к сертификации получают и негосударственные, да, врачи и клиники, что вызвало вот такую волну протеста среди государственных ветврачей, которые, так сказать, вот сказали, что это разрушит систему. Но на самом деле понятно, что люди теряют деньги, и опять же, такой объём идёт контрафакта, и, к сожалению, мы не видим наших государственных ветврачей, да, и их активных действий на уровне субъектов, да, в выявлении этой продукции. Но эти частные ветврачи, они же будут нести какую-то ответственность за... Вот в том-то и дело, то есть мы же будем видеть фамилию, мы будем, да, и, соответственно, для них это будет грозить лишением лицензии, то есть это достаточно серьёзная мера, поэтому я думаю, что для них это тоже определённо открывается новый рынок, там, новые тоже деньги, поскольку это всё тоже стоит, все эти сертификаты и так далее, Поэтому я думаю, что здесь такая здоровая конкуренция, которая как раз работает на упорядочении рынка и выявление той продукции, которая не сертифицирована и непонятно откуда идёт. И ведь, вы знаете, вот все добросовестные производители заинтересованы в этой мере, потому что именно добросовестные производители страдают от того, что сертификаты получают все, кто угодно, да, и конкурируют, они же такие же примерно цены выставляют, да, как добросовестные производители, поэтому все профессиональные отраслевые союзы, да, и там молочной продукции, мясной, они двумя руками выступают за введение вот этих новых норм.